Никах это основа семьи, а семья, как мы знаем, это основа общества. Никах, бракосочетание, скажем, по исламу, по шариату, не обязательно проводить мечети. Главное условие – Никах должен быть явным. В каком смысле явным? То есть, если мужчина и женщина совершили бракосочетание, люди должны знать, что они муж и жена. То есть, об этом должно быть совершено объявление, особенно родственникам. Кто самый близкий родственник, скажем, это родители, это брат, сестра, скажем, они должны знать. Если девушка выходит замуж, они должны знать, что их дочь, там, сестра вышла замуж. Понимаете, это требование шариата. Если этого не будет, передача вот этой женщины или девушки от одного мужчины к другому, что и практикуется сейчас. По шариату в исламе нету тайного Никаха. В основном практикуется среди представителей псевдосаляфизма. Молодой человек, который совершает вот скрытый Никах, у него нету никакой ответственности. Это явное прелюбодеяние, получается. То есть, нету никакой ответственности ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. Тем более, в шариате есть такое понятие как «идда», то есть выжидание определенного срока для определения беременности женщины. Скажем, если женщина вышла замуж, то после развода, после развода она выжидает, скажем, 4 месяца. Это для чего делается? Для того, чтобы выяснить, есть ли в ее чреве плод. Если есть плод, то, естественно, выясняется, кто его отец. Есть требование в Коране, что после того, как выяснено, что после развода, либо когда муж скончался, скажем, по какой-либо причине, выясняется, что есть ребенок, воспитание, скажем, вот этого ребенка уже возлагается на сторону отца. То есть, дается облегчение покровительства женщине. Это вот одна из мудрости ислама. Хотел сказать, чтобы девушки, которые соглашаются на такой тайный Никах, бракосочетание, чтобы они задумались, что будет завтра. Аллах во многих аятах Корана призывает к разуму, к размышлению, к пониманию. Субтитры создавал DimaTorzok